...вебинар, который посвящен теме «Способы и методы организации контроля на уроках английского языка». Ну что ж, перед тем, как начать, хочу всех поприветствовать еще раз. Надеюсь, мы сегодня с вами поработаем плодотворно. Я надеюсь на вашу активную поддержку. Комментируйте в чатах. Если у вас будут возникать вопросы по ходу нашего вебинара, смело пишите свои вопросы в чат. Я постараюсь по мере возможности на них ответить, прокомментировать. Перед тем, как мы с вами вышли в эфир, я успел почитать чат и посмотрел, что к нам сегодня присоединились коллеги из Сибири, Узбекистана. Напишите, пожалуйста, откуда вы нас сегодня смотрите. Всегда интересно узнать, уважаемые коллеги, с каких уголков нашего большого государства вы нас смотрите. Это Красноярский край, Татьяна. Нам пишет. Из Томска Лариса Юрьевна. Замечательно. Московская область, это Людмила, Екатеринбург, Кузбасс, Омская область, Абакан, Иркутская. Замечательно, уважаемые коллеги. Санкт-Петербург к нам, Оренбург, Донецк присоединился. Отлично. Ну что ж, тогда давайте начинать наш вечерний вебинар. И первое, на что мы с вами обратим внимание, это вспомним непосредственно определение, что же такое контроль. Итак, контроль в первую очередь, это определение уровня владения языком, достигнуто нашими учениками за определенный период обучения. И контроль также, это непосредственно сама часть урока, во время которой мы оцениваем, как наши ученики усваивают, либо усвоили пройденный материал и могут им воспользоваться в практических целях. Далее, уважаемые коллеги, важно понимать, что контроль позволяет и нам, и нашим ученикам в первую очередь. Именно нам позволяет получить информацию о результатах группы наших обучающихся и также индивидуальные результаты. И, конечно же, что немаловажно, мы непосредственно проведя контроль можем узнать о результатах своей работы. Ученики, благодаря контролю, в идеале, конечно же, могут повысить мотивацию в обучении, также они могут вносить коррективы в свою учебную деятельность. Что же такое объекты контроля? Объекты контроля на занятиях являются знания и сформированные на их основе речевые навыки. Мы получаем с вами, следовательно, языковую компетенцию. Умение пользоваться приобретенными знаниями и навыками в различных ситуациях общения. Мы получаем с вами коммуникативную компетенцию и знания страны, изучаемого языка, и национальных особенностей речевого поведения, носителей. Мы с вами получаем социокультурную компетенцию. Долгие годы основным объектом контроля считалось владение учащимися системой языка, а не приобретение в ходе обучения способности к речевой деятельности. Выбвижение коммуникативной компетенции в качестве основной практической цели обучения иностранному языку способствовало определению в качестве главного итогового объекта контроля речевых умений, а владение языковым материалом рассматривалось преимущественно в качестве объекта именно текущего контроля. Что может отражать контроль? Уважаемые коллеги, в первую очередь, конечно же, отражать должен контроль специфику иностранного языка как учебного предмета. Усвоение иностранного языка, которого мы можем с вами причистить к группе практических дисциплин, предусматривает в первую очередь овладение способами пользования языком в различных видах деятельности и сферах общения. Поэтому контроль знаний системы языка не дает представления о практическом владении, то есть об уровне коммуникативной компетентности. Следовательно, ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые умения. То, на что мы всегда делаем акцент на наших уроках. Итак, функции контроля, уважаемые коллеги. Функций контроля может быть много, но я решил представить вам сегодня несколько основных, таких вот ключевых функций. На ваших экранах вы можете видеть, это функция диагностическая, обучающая, управляющая, корректирующая, стимулирующая и оценочная. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что данные функции контроля вам знакомы, сталкивались с ними, ведь так? Потому что именно данные функции, они являются одними из основных в нашей деятельности. Вот нам пишет Евгения и Оксана, что сталкивались, Анастасия и Валентина также пишут, что конечно же да. И вот к нам еще попутно присоединяется Воронеж. Замечательно. Итак, если сталкивались, давайте тогда с вами их рассмотрим с такой вот стороны, да, дадим небольшие вот определения. Что же такое, например, диагностическая функция? В первую очередь, на что следует обратить внимание, диагностическая функция определяет уровень владения языком в соответствии с программными требованиями. Объектом контроля здесь являются средства общения и деятельность общения при ведущей роли последней. Обучающая функция способствует повторению и закреплению пройденного материала. Следовательно, контроль является одним из способов обучения языку. Если мы с вами говорим об управляющей функции, то она обеспечивает управление процессом овладения языком благодаря использованию специальных учебных материалов и разработанной методики. Корректирующая функция, она говорит сама за себя. Мы с вами, да, вносим корректировки или изменения в процесс обучения языку на основе полученных в ходе контроля результатов. Стимулирующая функция, она создает положительные мотивы учения. И, конечно же, оценочная функция позволяет вынести суждение о результатах деятельности не только наших учеников, но и нас. Поскольку мы, благодаря контролю, повторюсь еще разок, можем определить и выявить пробелы, которые могут возникнуть в ходе усвоения нашими учениками той или иной темы. Или, возможно, нам стоит пересмотреть с вами наш подход к той или иной теме, которая вызывает определенную трудность. Поэтому данные функции, повторюсь еще раз, одни из ключевых. Далее, это у нас виды контроля. Виды контроля, они стандартны. Это предварительный, текущий, промежуточный и итоговый. Конечно же, данные виды без них никуда, мы с ними сталкиваемся постоянно. Но давайте, тем не менее, вспомним именно теоретическую часть этих видов. Итак, если мы с вами говорим о предварительном контроле, то его цель, в первую очередь, заключается в том, чтобы установить исходный уровень владения языком, которое присуще нашим ученикам. Также мы учитываем их индивидуальные качества, которые способствуют успешности обучения. А это может быть память, внимание, интересы, общее развитие. Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения языку. И, во-вторых, сформировать учебные группы с учетом подготовки и психологического развития наших учеников. Если мы с вами говорим о текущем контроле, то он позволяет судить об успешности овладения языком, процессе становления и развития речевых навыков и умений. Этот контроль должен быть регулярным. Любой контроль, в принципе, если мы с вами закрепляем тему или, например, повторяем материал, конечно же, контроль обязательно должен быть регулярным, чтобы ученики привыкали к этому и уже знали, что мы от них хотим. И были уже готовы к проведению любой проверочной работы. Будь то мини-самостоятельная работа буквально на пару минут или небольшая работа с текстом в начале урока, а может быть в конце. Конечно же, любое проверочное задание будет зависеть от поставленной цели нашего урока. Но конкретно детально об упражнениях, которые можно использовать, мы поговорим, но уже немножко позже. Ну что же, по поводу текущего контроля, он должен быть не только регулярным, но также он должен быть направлен на проверку усвоения нашими учениками определенной части учебного материала. Промежуточный контроль проводится по завершении изучаемой темы. Он позволяет судить об эффективности овладения разделом материала, который мы проходим. И итоговый контроль направлен в первую очередь на установление уровня владения языком, достигнутого в результате усвоения значительного по объему материала. Например, в конце четверти или в конце семестра или итоговый контроль в конце года. У нас от Татьяны вопрос. Можно ли будет скачать презентацию? Можно. Презентации будут выложены на форуме и вы без труда сможете получить к ним доступ, а также на канале YouTube. Итак, основные требования к контролю. Конечно же, они есть. Опять-таки, можно выделить много требований, которые обязательно должны быть включены в наш контроль. Но перед вами я решил выделить основные, которые должны быть. О некоторых мы уже говорили в начале нашего вебинара. Например, вот регулярность. Также сюда можно отнести объективность, дифференцированный характер, ясность и четкость формулировки контрольных заданий. Уважаемые коллеги, вы согласны, что именно эти требования можно отнести как к одним из ключевых требований, если мы с вами говорим о важности контроля? Вот Евгения и Оксана со мной соглашаются, Анастасия и Татьяна тоже согласны. Отлично. Вот, уважаемые коллеги, и Юлия согласна. Замечательно. Спасибо большое. Ну что ж, коллеги, смотрите, объективность. Когда мы говорим с вами о контроле, важно понимать, что любая проверочная работа, любой тест, любое самостоятельное задание не должно быть направлено на то, чтобы ученики получали плохие оценки, там, 2, 3 и так далее. Непосредственно любое задание должно нам указывать на то, где, в каком разделе, в каких моментах грамматических, лексических наши ученики допускают те или иные ошибки. И благодаря контролю мы можем на эти ошибки акцентировать внимание наших учеников, в дальнейшем, как можно реже, они эти ошибки делали. Поэтому объективность очень важна. Также очень важно проводить любую работу регулярно. Вот, например, лексический диктант. Если мы разбираем лексику на протяжении одного-двух уроков, которые подходят к теме непосредственно нашего урока, соответственно, если мы хотим видеть, насколько четко и правильно наши ученики запоминают слова, и с какой частотой они это делают, то, конечно же, регулярные, например, такие вот мини-диктанты помогут нам узнать, как именно проходит изучение лексики. Если мы говорим с вами о дифференцированном характере, то они идут в ногу с объективностью, поскольку есть всегда в группе и ученики сильные, и которые, например, слабы в каких-то моментах. Поэтому одним ученикам нужно меньше времени, чтобы схватить, скажем так, ту или иную тему. А есть ученики, которым нужно больше времени, чтобы разобраться и понять, что от них требуется. Поэтому, когда мы говорим о той или иной проверочной работе, контрольной работе, то, конечно же, желательно, чтобы был дифференцированный подход каждому ученику. И мы об этом подходе также с вами поговорим немножко позднее. И немаловажно это ясность и четкость формулировки контрольных заданий, поскольку, если, например, у нас задание, да, в скобочках даны глаголы, и нам нужно правильно подобрать ту или иную форму по смыслу предложения. Но не указали, какие временные формы нам нужно использовать. Соответственно, поверьте, ученики могут использовать все, что угодно, но только не то, что мы проверяем. Поэтому очень важно правильно формулировать, именно четко и правильно формулировать те задания, которые мы даем нашим детям. Ну что ж, теперь переходим непосредственно к контролю и какой он может быть. Конечно же, это индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Опять-таки, здесь стандарт, то, что мы с вами применяем максимально часто, из урока в урок. Но групповой и парный контроль, они могут идти, опять-таки, вместе. То ли мы развиваем детей на мини-группки, там 3-4 группки, или они работают в парах, или, например, в парой с нами, с учителями. Тоже возможно. Каждая из перечисленных форм может существенно осуществляться то ли устно, то ли письменно. Опять-таки, все будет зависеть от того, какую цель урока мы преследуем и на какой аспект речи делаем акцент. Выбор то ли иной формы зависит непосредственно от объекта проверки. Вот то, что я сказал, аспект языка, к примеру, вид речевой деятельности, да, вида контроля. Какой он там, фронтальный, либо итоговый, либо текущий. Также для проверки уровня, например, диалогической речи, конечно же, чаще всего мы используем парную форму контроля, поскольку мы смотрим непосредственно на то, как быстро задается вопрос, и одноклассник реагирует на этот вопрос, с какой быстротой, и непосредственно мы уже этот процесс корректируем. Вот нам пишут, что Лолита, о самоконтроле в парах. Конечно же, мы об этом тоже поговорим, о самоконтроле. Далее идем с вами теперь по порядку. Вот мы говорили с вами об индивидуальном контроле. Конечно же, есть всегда свои достоинства и свои недостатки. Вот давайте мы об этом с вами сейчас и поговорим, обсудим. Значит, смотрите. На мой взгляд, основные достоинства индивидуального контроля – это возможность оценить уровень подготовки учащегося. Причем именно с достаточной глубиной оценить уровень подготовки. Но, к сожалению, есть и в этом свои минусы. Например, малый охват учеников в ходе урока. К сожалению, урока может не хватить, чтобы успеть проверить каждого ученика. Также снижение активности остальных учащихся во время беседы с одним из учеников. Если мы подходим именно индивидуально к каждому. Поскольку, если группа большая, конечно же, одного урока индивидуально проверить каждого в большой группе очень тяжело. Но, тем не менее, мы по достоинству и по максимуму сможем оценить уровень подготовки ученика. Далее, если мы говорим с вами о фронтальном контроле, он протекает в форме беседы, чаще всего, да, со всеми участниками группы, которые могут отвечать, например, в группе с места. Достоинство фронтального контроля – это возможность охвата одновременно всех учеников группы. Поскольку работа происходит в группе, естественно, высокая активность обучающихся и высокий темп работы. Но, если мы говорим с вами о недостатках, то, конечно же, поскольку групп много, учитель один, соответственно, нам очень тяжело фиксировать внимание на работе всех наших учеников. И, поскольку мы с вами оцениваем группу в целом, а не ученика в отдельности, соответственно, возможно, недостаточная объективность оценки ответов. Поскольку, например, один ученик идею предложил, да, другой смог ее правильно передать, ответил на поставленный вопрос. Ответственно, мы оцениваем уже работу, которую проводит целая группа. Но, тем не менее, не раз наблюдал, когда проходит именно работа в группах, либо в парах, каждый ученик старается выложиться по максимуму, поскольку это своего рода включает такой вот соревновательный эффект, получается. Соответственно, каждый не хочет подвести свою группу и работать по максимуму. Это также несет свои плюсы фронтального контроля. Вот то, что я говорил, групповой может идти вместе с парным контролем, поскольку парный контроль является вариантом группового контроля. Групповой контроль проводится в форме выполнения задания, которые мы адресуем всем ученикам группы. Достоинство в том, что повышается учебная и познавательная деятельность, снижается уровень тревожности в группе, поскольку каждый ученик может... Каждого ученика мы с вами, уважаемые коллеги, можем услышать, правильно, посмотреть на его работу. Также выше обучаемость и улучшается психологический климат в классе. Но также есть свои и недостатки. Это, конечно же, трудности, комплектование группы, организации, работы в них. Ученики в группах не всегда в состоянии самостоятельно разобраться в сложном учебном материале и избрать самый такой вот путь попроще. Слабые ученики могут с трудом усваивать материал, а сильные нуждаются в более трудных заданиях. Тут опять-таки остро будет стать вопрос о дифференцировании заданий для каждой группы учеников. Но можно делать микс слабые ученики с сильными учениками, чтобы была вот такая вот мотивация. Соответственно, они будут друг другу в этих маленьких группках, конечно же, помогать, что очень хорошо. А наша с вами задача, если мы работаем в паре либо в группе, направлять, корректировать процесс. И если, например, очень сложный какой-то материал попадается, непонятное задание, сложно его разобрать, то, конечно же, наша основная с вами задача – весь учебный процесс корректировать и помочь преодолеть эту трудность. Но не обязательно сразу же выполнить упражнения за наших учеников. Важно их натолкнуть правильно на мысль, которая в дальнейшем их приведет к успеху. Теперь давайте, уважаемые коллеги, рассмотрим с вами формы контроля. Я полагаю, что данные формы контроля плюс-минус известны каждому. Вот, например, лексический диктант, диктант в картинках, краткая самостоятельная работа, письменная контрольная работа, тест, метод проектов, устный зачет по изученной теме, самоконтроль – вот то, что нам писала Лолита, и игровые виды и формы проверки знаний. Уважаемые коллеги, вот данные формы контроля всем знакомы? Пользуйтесь ими, когда мы хотим узнать результат. Анастасия пишет, что да, Оксана пишет, что да, Карина, Галина. То есть все данные формы известны, я так полагаю, правильно? Известны, хорошо. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, давайте попробуем с вами рассмотреть каждую из форм контроля более детально. Я надеюсь, что, тем не менее, вам удастся подчеркнуть и добавить в свою педагогическую копилку новые задания, новые упражнения. Ну что ж, перейдем с вами к лексическому диктанту. Это форма письменного контроля знаний и умений учащихся, в которой мы с вами проверяем активный лексический минимум у наших учеников. Это вид проверочной работы. Он создает у наших учеников установку на запоминание фотографии слова и его графической формы. Соответственно, данный вид диктанта стоит проводить после того, когда, например, новая лексика была разобрана, в начале урока, как небольшой разогребщик, woman-up, к примеру. И если мы проводим данные лексические диктанты регулярно, соответственно, у учеников не остается выхода, выбора, как только учить слова и правильно их использовать. Естественно, любой лексический диктант можно усовершенствовать. Например, не просто они прописали те или иные слова, а, например, в дальнейшем финальное задание составили с ними предложение по теме, к примеру. Далее, диктант в картинках. Показываем серию предметных картинок с изображенными на них различными предметами. Опять-таки, картинки соответствуют той лексике, которую мы разбираем на уроке. Ученики записывают эти слова, которые нарисованы на картинках. Конечно же, данный диктант в картинках лучше всего использовать с детьми помладше, 5-6 класса, либо вообще младшее звено. Поскольку именно у этих детей ассоциация с картинками происходит лучше всего. Они так быстрее слова запоминают, усваивают и в дальнейшем очень легко могут воспользоваться той или иной лексикой. Вот пишет нам Алексей, что такой диктант «Хорошее начало подготовки к заданиям устной части ОГЭ и ЕГЭ». Совершенно верно. Так, идем с вами дальше, уважаемые коллеги. Кратковременная самостоятельная работа. Очень легко ее проводить. Опять-таки, много времени от урока на нее не потребуется. Обучающимся задаются несколько вопросов. Например, по той теме, которую мы проходим. Или же, например, у нас работа с текстом. Да, и вопросы задаются по содержанию текста. И ученикам необходимо дать свои обоснованные ответы. Например, по содержанию. Также в качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенных нашими учениками. Но, что значит теоретические вопросы? Лучше всего, конечно же, чтобы проверить сразу теорию на практике, использовать несколько предложений грамматических, чтобы мы сразу могли посмотреть, насколько хорошо был усвоен тот или иной грамматический материал. Например, если мы разбирали, ну пусть будет время, да, простое прошедшее, нам необходимо, чтобы ученики правильно смогли использовать форму. Например, задание дали чисто на неправильные глаголы. Соответственно, мы сразу видим, как знания теории применяются на практике. И, конечно же, предложений должно быть не более двух, трех, но пять – это максимум, поскольку коротковременная самостоятельная работа – это буквально 5-6 минут от общего урока. И, например, лучше ее давать именно ближе к концу урока. Далее идем с вами писменная контрольная работа. Писменная контрольная работа, скажем так, это один из самых распространенных форм, да, в школьной практике. Традиционно контрольные работы проводятся с целью непосредственно, чтобы определить именно конечный результат в обучении, то есть это умение применить теоретические знания на практике. Также можно, естественно, выявить такие вот основные моменты, как правильно эту контрольную работу составить. Конечно же, задания, в первую очередь, они могут быть разными по сложности. Это позволит нам, уважаемые коллеги, проверить, насколько полно наши ученики усвоили тот или иной материал. А если кто-то не справился с заданием целиком, то обладает ли он необходимым минимумом информации по этой теме и на каком уровне он усвоил материал темы. Также задания могут включать в себя вопросы повышенной сложности. Но тут важно такой вот момент понять, что если, например, есть задания повышенной сложности, они не должны быть обязательны к выполнению, поскольку ученики, которые, например, немножко послабее, они с этим заданием не справятся. Соответственно, если мы оценим их попытку, это приведет к негативному результату всей контрольной работы. Но мы даем возможность любому ученику получить дополнительную оценку, например, или дополнительный балл к контрольной работе. То есть ученик может, если он точно уверен в своих силах, попытаться хотя бы выполнить именно более сложную часть работы. Также есть такой вот еще один нюанс, когда учителя по максимуму стараются сделать контрольную работу самостоятельной, придумывают несколько вариантов, два, три, четыре варианта на класс. И получается, что появляется вот такой вот элемент недоверия к нашим ученикам. Но ученики ведь списывают не потому, что им лень что-то выучить, а потому что, ну, это мое мнение, конечно, а потому что они боятся быть непонятыми и получить негативную оценку. Поэтому очень важно постараться как можно более тактично объяснить детям, что контрольная в первую очередь это знак нам, уважаемые коллеги, какие общие ошибки могут быть у наших учеников. Соответственно, после контрольной работы, если она письменная, да, обширная, итоговая, например, на следующем уроке, каждый ученик получит возможность эту ошибку исправить. Соответственно, мы должны проработать общие ошибки на уроке, дабы ученики еще раз обратили свое внимание на вот эти вот пробелы, которые возникли по ходу изучения той или иной темы. Далее, устный за счет по теме. Это одна из основных форм контроля, но в старших классах, 10-11. Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную проверку всех знаний и умений наших учеников. Устная беседа с нами позволяет в первую очередь проконтролировать сформированное мировоззрение, также выявить пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места, которые, например, ученики с ними столкнулись. А также зачет, именно устный, это очень большое отличие от остальных форм контроля. Это наиболее индивидуализированная форма, поскольку в первую очередь мы проверяем также речевые компетенции наших учеников. Но очень важно понимать, что устный за счет по теме ученики должны знать заранее, что он будет. Не объявить, например, за 2-3 дня, что вот мы решили его провести, а, например, вот началась новая тема, да, и мы говорим в конце семестра, по таким-то темам, которые мы пройдем, у вас будет устный за счет. И огласить непосредственно то, что их ожидает. И также постараться проработать те или иные упражнения, с которыми они могут столкнуться, когда будут сдавать этот устный за счет по теме. Это очень важно. Тем не менее, также важно понимать, что поскольку устный за счет по теме, это непосредственно, да, индивидуальная работа с каждым учеником, а если, опять-таки, учеников в группе много, то важно постараться тогда предусмотреть такой вариант, что понадобится не один урок, а два урока для того, чтобы провести данный за счет. И, например, устный за счет, если это старшие классы, 10-11, его можно провести в таком вот устном формате, например, экзамена ЕГЭ, как вариант. Далее, тесты. Тесты — это система заданий, выполнение которых позволяет охарактеризовать уровень владения языком с помощью специальной шкалы результатов. Основное различие между традиционными контрольными заданиями и тестовыми заданиями заключается в том, что именно тесты имеют эту вот специальную шкалу. Оценка за тест выставляется по итогам тестирования. Она, скажем так, отличается именно большей объективностью и независимостью своего рода, скажем так. И тесты могут непосредственно, скажем так, смотивировать ученика, поскольку в тесте, когда мы видим, мы можем дать несколько вариантов ответов, соответственно, ученик послабее может, опираясь на свою интуицию, предугадать правильный ответ. Возможно, он где-то что-то вспомнит, да, или на уроке слышал, что эта фраза, это предложение именно так звучит. Соответственно, может догадаться. Поэтому очень важно, если мы, например, даем грамматические тесты, где мы проверяем, например, уровень грамматики, то очень важно, чтобы предложения не были вырваны от контекста, из контекста, а несли именно законченную мысль, чтобы, например, ученик мог по контексту догадаться, о чем идет речь в предложении. Это также очень важно. Далее, уважаемые коллеги, это метод проектов. Ну что ж, метод проектов очень такой вот интересный метод, на мой взгляд, поскольку в основе этого метода лежит развитие, в первую очередь, познавательных навыков наших учеников. И также мы развиваем умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, и, конечно же, это способствует развитию как творческого мышления, так и критического. Метод проектов развивает интерес к предмету, а следовательно, наши ученики глубже овладевают предметом, языком, поскольку они самостоятельно стараются найти материал. В свою очередь, мы, как училия, должны им их направить и показать примерно, где тот или иной материал можно взять, какие интернет-источники использовать, или какие книги можно взять, чтобы подготовить тот или иной проект. Если мы говорим с вами о проектах, например, что-то вроде презентации, то непосредственно мы должны также обязательно нашим ученикам дать макет, модель, как правильно подготовить презентацию, что в нее должно входить, как методически правильно ее построить, какой объем должен быть презентации и так далее. То есть такие вот нюансы непосредственно, которые должны быть учтены. Также метод проектов ориентирован, во-первых, на самостоятельную деятельность наших учеников. То есть метод проектов может ориентироваться на индивидуальную работу, парную и групповую. Если мы с вами говорим об индивидуальной работе, то тоже нужно быть очень осторожным, поскольку урока может не хватить, если группа большая. Поэтому оптимальный вариант, дабы успеть прослушать и просмотреть, и оценить парную, либо групповую работу над проектами, то это самый оптимальный вариант. Тем более, что ученики самостоятельно стараются найти, подобрать материал. Это, во-первых, сближает работу в коллективе. И, например, скажем так, это одно из самых таких вот любимых упражнений, заданий, мне кажется, чуть ли не каждого ученика, когда непосредственно оценивают их творческий подход к тому или иному проекту. Вот Лолита пишет, что ученики любят проекты. Да, это очень хорошо. У нас в программе каждый пятый урок – это проект. Замечательно. И на самом деле, когда мы говорим об самостоятельной работе, то проекты, именно метод проектов, это один из таких вот, скажем так, самых популярных методов использования, когда мы приучаем наших учеников работать самостоятельно, то есть ориентируем их непосредственно на самостоятельность. Это также очень большой плюс. Далее, уважаемые коллеги, вот то, что мы слегка затронули в середине нашего вебинара, это открытый вид контроля или можно назвать его также самоконтроль. Итак, вид контроля направлен на развитие культуры труда учащихся, то есть он способствует реализации требования учить учиться. Кроме того, этот вид контроля образует так называемый мост к самоконтролю, так как контрольные задания, которые мы даем на наших уроках, они концентрируют внимание учеников на конкретной трудности, то есть мы воспитываем бдительность по отношению к языковой форме, скажем так. И что также, на что очень важно обращать внимание, то что самоконтроль позволяет нашим ученикам самостоятельно оценить степень понимания пройденного материала. То есть ученики могут оценивать друг друга. Например, если это была парная работа или работа в группе, ученики могут оценить работу другой группы по определенным критериям. Или же, например, они оценивают сами себя, то, как они проработали, какие цели они достигли и так далее. Вот нам пишет Ирина Ивановна, что ученики часто не могут оценить себя. Конечно же, не могут, поскольку у них нет достаточно опыта. Поэтому наша с вами задача, любой процесс, особенно если мы говорим с вами о самостоятельной работе, корректировать, то есть указывать им, показывать те неточности, которые у них были, и посмотреть на их реакцию, как они будут соглашаться, либо опровергать. Возможно, у них будут свои, своя какая-то позиция, которую нужно обязательно выслушать и прислушаться к их мнению. Как они считают, как именно была работа проведена. Вот Ламалита пишет. А как быть, если они бывают необъективны к чужим и к себе, никто не знает, поставит себе, не захочет ставить себе три или два. Ну, опять-таки, уважаемые коллеги, для этого наша задача, если они, например, пытаются другую группу оценить не по достоинству, то наша с вами задача, наоборот, помочь той группе, которую оценивают, указать на их качество. То есть аргументировать, что они сделали все правильно, соответственно, оценка, которая выставляется в этой группе, не объективно, следовательно, это право у учеников, ну, такой вот элемент воспитания, чтобы они учились объективными, вы передаете, например, другому однокласснику или другой группе. То есть нужно просто постараться найти выход из этой ситуации. Ну что ж, теперь игровые виды и формы проверки знаний. У меня есть вебинар как раз вот по игровым видам и формам. Вы можете его просмотреть, его можно также скачать, он доступен на форуме. Там я постарался подобрать одни из таких вот так же интересных упражнений и заданий, которые можно использовать на уроке. Также не забывайте, уважаемые коллеги, что игра требует определенной подготовки. И чтобы игра прошла успешно, нужно вводить в урок такие вот мини-упражнения, которые будут нести те или иные элементы игры, чтобы в дальнейшем целую игру провести как один урок, например. Поэтому, кому интересно, вы можете эту презентацию посмотреть и добавить в свою педагогическую копилку те или иные игровые формы упражнений, например. Также не стоит забывать то, что именно игровой вид вызывает интерес обучающихся к иностранному языку, опять-таки способствует активизации их мыслительной деятельности и развивает, конечно же, речевую деятельность. Ведь большинство игр как раз направлены на развитие речевых аспектов языка. Итак, идем с вами дальше. Мы переходим к типам заданий для успешного контроля знаний. Итак, смотрите. Перекрестный выбор. Matching. Альтернативный выбор. True-false. Множественный. Multiple choice. Исправление ошибок. Added in procedure. Завершение и окончание. Предложение в нашем случае. Completion. Либо замена. Подстановка. Substitution. Трансформация. Ответ на вопрос. Внутриязыковое перефразирование. Межязыковое перефразирование. Он же перевод. И close-процедура. Так, у Галины есть вопрос. От которого числа ваш вебинар? Это был сентябрь точно. Вот. Сентябрьский вебинар был. Число, к сожалению, я уже не помню. Но там можно посмотреть. Найдете. Он есть. Итак, теперь давайте с вами, уважаемые коллеги, присмотримся к данным типам заданий. И, пожалуйста, скажите, знакомы ли вам эти типы заданий? И пользуетесь ли вы ими? И в дальнейшем мы с вами, скажем так, более детально рассмотрим примеры этих упражнений. Вот нам Евгения, Ирина, Анастасия и еще Ирина и Галина пишут, что знакомы. Наталья пишет, что почти все знакомы. Замечательно. Ну что ж, раз знакомы, то давайте мы тогда все равно постараемся рассмотреть. Возможно, что-то новенькое вы узнаете. Надеюсь. Ну что ж, смотрите, перекрестный выбор, да, matching. Make up the sentences with the. Составьте предложение и нам дан список слов, которые нам необходимо использовать в предложении. То есть нам необходимо составить предложение, а это означает, что не забываем, да, чтобы наши ученики еще и правильно форму глагола поставили, если он будет необходим. Также очень важный такой момент. Ну, например, diamonds are expensive. Соответственно, нам в плюс к этому нужно в третьем году давать такие задания. Естественно, нужно проработать лексику и, конечно же, только потом давать те или иные упражнения. Ну и все в таком духе проводится. То есть, опять-таки, matching можно использовать, например, в итоговой контрольной работе, да, или же дать такую вот фронтальную проверку буквально вот там 2-3 минуты от урока. Далее, альтернативный выбор. Я думаю, он знаком всем, поскольку это также один из вариантов true-false, например, да, который можно встретить в формате наших экзаменов. Например, дан текст. Брэд Питт один из самых ярких звезд Голливуда. Он очень успешный актер, который снимался во многих фильмах, таких как «Энтервью с вампиром» и «12 эпизьян». Ну и так далее. И непосредственно далее у нас с вами идут утверждения к тексту, что правдивы они или ложны. Но это задание очень хорошо немножко модернизировать. Например, не просто ответить, например, вот в первом, да, у нас утверждение «Брэд Питт is an unsuccessful actor». Мы ставим с вами false, но нам нужно непосредственно попросить наших учеников, а найдите, именно, прошу прощения, найдите, пожалуйста, в тексте, да, правильный ответ. Или, если, например, мы говорим о том, что утверждение правдиво, «Подтвердите», да, это из текста. То есть найдите подтверждение своему ответу в тексте, чтобы они, например, выделили то предложение или группу предложений, в которых непосредственно мы можем с вами найти правильный ответ. Вот таким образом можно это задание слегка усовершенствовать. Далее. Множественный выбор. Multiple choice. Сразу обращаю ваше внимание на такой вот нюанс. Если мы с вами даем четыре варианта ответов, то, соответственно, и во втором, и в третьем, и в четвертом, и в пятом упражнении, и так далее, также должно быть желательно по четыре правильных ответа. Ну вот, например, «Ted is good at football, but which is better?» К примеру, «лучше» и так далее. Соответственно, тут уже ученики выбирают тот ответ, который считают нужным, который будет подходить непосредственно по смыслу предложений. Исправление ошибок. Мое, скажем так, любимое задание – editing procedure, когда ученики могут себя почувствовать в роли учителей. Но для учеников данное задание всегда дается, ну, скажем так, сложновато, поскольку есть очень много таких вот нюансов. Например, они проявили халатность в подготовке и так далее. Соответственно, они могут допускать те или иные ошибки сами. И самый частый такой вот интересный момент – то, что ученики имеют свойство правильные предложения исправлять на неправильные. Это также нам в первую очередь знак, уважаемые коллеги, что, видимо, где-то мы с вами допустили ошибку неправильно, например, привели примеры употребления того или иного слова и так далее. Поэтому также важно учитывать эти ошибки, не сразу ставить два, он неправильно сделал, нет, а проанализировать, почему ученик правильно исправил на неправильное. И постараться еще раз разобрать этот момент, например, когда мы будем делать работу над ошибками и так далее. Ну вот, например, первое. I'm busier than my little sister. Ставим галочку, поскольку предложение написано правильно. London is more, и дальше идет прилагательное old, а мы знаем, что нам нужно поставить суффикс er, поэтому исправляем. Но также важно не просто исправить одно слово, да, и убрать другое, а чтобы ученики полностью правильно прописали это предложение, чтобы они не забывали, именно в каком контексте можно использовать то или иное слово. Также очень важный момент. Идем с вами дальше, уважаемые коллеги. Завершение, окончание. Completion. Нам необходимо закончить предложение, используя слова из двух столбиков. Мало того, что нам нужно еще и слово подобрать, так еще и правильно эту пару слов, которые нужно выбрать, совместить между собой, чтобы они подходили друг к другу по смыслу. А для этого нужно, естественно, проработать тему. То есть, соответственно, эти слова, которые у нас с вами поделены на две маленькие колоночки, были разобраны на уроке, чтобы они знали, что от них хотят и так далее. Например, если вам интересно, что такое Pantax, это седьмое предложение, то это японская фирма, которая делает камеры, производит камеры. Вот. То есть, был текст именно о технике и о товарах по всему миру. Соответственно, вот мы подводим итог вот такими вот заданиями. Замена подстановка. Также одно из таких вот самых распространенных заданий, когда нам необходимо поменять, например, форму глагола. У нас дано предложение I like berries. Мне нравятся ягоды. И далее у нас стоит местоимение he, и нам нужно предложение переписать, используя уже третье лицо единственного числа, добавив к глаголу окончание as. He likes berries. И то же самое. I am working now. Стоит местоимение. Она, соответственно, она работает сейчас, мы меняем на нужную форму глагола наш глагол быть. Трансформация. Сложное задание. Очень часто ошибки допускают ученики в данных заданиях, особенно когда нам нужно из двух предложений сделать одно сложное. Ну вот, например, И решение, да, как правильно это мы можем с вами сделать. The sphinx who has a lion's body and a woman's head asked Adipas a riddle. То есть, сфинкс, у которого тело льва и голова женщины задал Эдипу загадку. Вот. А таким вот образом данное упражнение можно применять, дабы провести ту или иную трансформацию в тексте. Но чаще всего именно это упражнение будет относиться, когда мы из двух предложений делаем одно. Далее, внутриязыковое перефразирование. То есть, это проверка понимания прочитанного. Непосредственно это работа с текстом. То есть, мы предлагаем передачу своими словами мысли автора, уясняя ее, насколько это возможно. Опять-таки, лучше всего данное задание использовать в старшем звене, поскольку для младших школьников это будет очень сложное задание. Но в классах начальной и средней ступеней мы можем использовать перефразирование пословиц, поговорок, высказываний и, конечно же, небольших текстов. И close-процедура. Она предполагает восстановление опущенных слов в тексте, осмысление информации, анализ грамматической структуры, извлечение из долговременной памяти и подбор вербального элемента, который мы можем с вами сочетать с любым контекстом. Важно понимать, что это за задание. У него не будет правильных ответов. То есть, мы вообще с вами не даем никаких вариантов ответов. Я это имел в виду. Соответственно, необходимо, чтобы ученики сами по смыслу догадались, какое слово нужно использовать, дабы заполнить пропуск. Ну, например, In Great Britain, boys and girls begin to go to school when they are five years old. И так далее. То есть, непосредственно, когда мы прорабатываем ту или иную лексику, те или иные грамматические структуры, например, опять-таки опираясь на тексты, то непосредственно в дальнейшем мы проверяем, насколько эффективно ученики эту лексику прорабатывают, запоминают. Вот именно это упражнение хороший тому пример, где ученики сами по смыслу подбирают правильный ответ. Но, если мы уже пронумеровываем, например, пропуски, один, два, три, четыре, пять и так далее, то мы можем дать варианты правильных ответов. Но тогда у нас с вами получится Multiple Choice. Но это, скажем так, слегка облегчит задачу выполнения данного упражнения. Ну что ж, уважаемые коллеги, теперь давайте подведем наши итоги. Итак, первый вопрос. Следует ли отталкиваться от конкретных задач урока при проведении контроля? Ваше мнение мне очень интересно, поэтому пишите в чат. Так, Татьяна пишет нам, можно ли просмотреть вебинар повторно. Да, можно. Он появится онлайн, и вы сможете без проблем на канале, например, YouTube его просмотреть. Все коллеги с вами согласны. Отлично. Поскольку именно непосредственно цель урока определит проведение того или иного контроля, который нам необходим. Какие из предложенных вариантов заданий контроля вы готовы использовать? Мы с вами обсудили очень много различных вариантов. Конечно же, большинство из них вам были знакомы. Возможно, какие-то из них были слегка видоизменены. И я надеюсь, что вы дополните свою педагогическую копилку данными упражнениями и формами этих заданий. Вот коллеги пишут, что, безусловно, все. Отлично. И последний вопрос. Должен ли контроль носить регулярный характер? Мы об этом, конечно же, говорили в начале вебинара. Опять-таки, коллеги со мной согласны. Да, совершенно верно. Я еще раз напомню, что именно регулярный контроль – это основное, то, что мы с вами должны проводить на уроках, дабы видеть, насколько эффективно мы с вами, уважаемые коллеги, проводим эти уроки. И поскольку именно результат учеников отражает нашу деятельность. Надеюсь, вы с этим тоже со мной согласитесь. Ну что ж, уважаемые коллеги, на этом мы с вами вебинар заканчиваем. Я сейчас вам в общий чат сброшу код и ссылку для получения сертификата. Ловите. Я потом еще раз ее продублирую. Я надеюсь, что вебинар был интересен. Вы подчеркнули для себя много новой информации, вспомнили немножко теории. И непосредственно будете также дальше активно сотрудничать и принимать участие в наших вебинарах. Спасибо вам большое за ваше внимание, за вашу поддержку и активную работу. Еще раз дублирую, на всякий случай, код сертификата. Прошу. Ну что ж, уважаемые коллеги, всего вам хорошего, удачного вечера. До новых встреч. До свидания.